Кубанские поисковики Конкретно вы нашли самолет и вы знали, где его искать, место это? Несколько лет назад наши коллеги на этом месте обнаружили фрагменты самолета, фрагменты амуниции летчика, но место падения, воронку, как правило, определить не смогли. И забросили. Да, и это дело как-то оставили на потом. Буквально с месяца назад наши коллеги из Туапсинского района были в тех местах, воспользовавшись нашими координатами, они вышли на это место и попытали удачу еще раз. И им она улыбнулась, они нашли место падения, выкопали глубокую яму, извлекли некие элементы конструкции, но сами закончить это дело не смогли, потому что там достаточно трудоемко все. Пригласили уже более расширенный состав. Мы туда приехали и совместными усилиями мы эту яму выкопали и извлекли оттуда фрагменты двигателя, на котором был выбит номер. По этому номеру мы узнали, что за самолет, узнали принадлежность этого самолета к конкретной авиачасти и узнали, кто на этом самолете летал и, собственно, кто погиб. По архивным данным, вы просто узнали, что в этом районе было потеряно примерно в этот период времени три машины такого типа. Но по характеристикам падения по месту расположения подошла одна. И мы сделали вывод процентов на 90, что это он и есть, этот самый самолет. Соответственно, фамилии летчика и бортстрелка были установлены. И они наверняка ими являются, тем кто, тех, кого мы нашли. Ну а как вы определяете место, то есть куда вы отправляетесь? Ну, скажем так, без помощи местного населения, без помощи людей, которые живут в этой местности, мы, наверное, многого бы и не нашли. Потому что как находится место, например, пошел лесник в лес или охотники, да, или там грибник, да, неважно кто, нашли какие-то там, какие-то железки, по которым сделали вывод, что это да, что это алюминий авиационный там или еще что-то. Ну а как вы с этими людьми связываетесь? Ну, вы знаете, просто мы многих знаем. И они знают, к кому можно обратиться. Потому что, если, например, вот взять тот же Геленджик, где у нас тоже есть наши товарищи. Эти товарищи знают охотников, охотники ходят по горам. И в погоне за кабаном они находят достаточно много мест падения самолетов. То есть они, конечно, их не разрабатывают. Они просто шли по лесу, увидели валяющие какие-то конструкции металлические. Они говорят людям, которые могут прояснить ситуацию, что вот там-то, там-то было что-то найдено. И туда уже конкретно организуется экспедиция, выезд. Выезжаем на место. Вот. И уже по вот этим вот всем характерным признакам определяем, что это было. Ну, и вот таким образом находятся. Вот во время войны велись дневники боевых действий. Вот у вас есть к этим архивам доступ? Значит, мой коллега Евгений Порфирьев, он как раз-таки занимается очень плотно авиацией по Кубани. У него есть все архивные данные по потерям наших авиачастей. Вот в годы, вот в 42-43 годы. Если каких-то данных у нас на руках нет, то мы пишем письма, запрос в соответствующий архив. То есть идут на встречу, да? Да. Соответствующий архив и ждем ответа от них. Возможно, нам ответят. Ну вот вы нашли бойца, родственников как находите? По поиску бойцов у нас есть Галина Мастепан. Она конкретно занимается поиском родственников, найденных нами солдат. Как часто находите? Скажу сказать, что каждый полевой выезд нашей организации, как правило, заканчивается найденным солдатом. Но далеко не всегда они именные. Именно это что значит? Либо у него есть смертный медальон, либо есть какая-нибудь подписная вещь, ложка или бритва, котелок или еще что-то. По этим принципам мы можем сделать вывод, что имя написанное на этой вещи является именем найденного бойца. Хотя не всегда это так. Потому что даже летом у нас были пара случаев, когда с бойцами были найдены вещи именные, по которым мы делали вывод, что вот мы нашли именных солдат. А когда мы начали пробивать по архивам, выяснилось, что указанные на этих вещах фамилии принадлежат людям, которые с войны вернулись в свои станицы, деревни и в свои регионы. И в общем-то даже до старости они ушли в мир иной. Вот так. Ну вот хорошо, вы нашли бойца, установили имя. Как часто находите родственников? То есть есть какое-то процентное соотношение? Процентное соотношение, знаете, если установлена фамилия, если установлено место, откуда человек был призван, если это населенный пункт или еще что-то, то процентов 80-90, я вам хочу сказать, что родственники будут найдены. Либо это будут дальники, родственники, племянники, какие-то там внуки или еще кто-то. Но они находятся, как правило. Ну вот из 10 найденных бойцов, сколько из них будет установлено имена? Ну понимаете, такую прям жесткую статистику провести нельзя, потому что нужно это поднимать. Я просто так вот на память скажу, что, ну скажем, один, максимум два бойца будут именных вот на это количество. Это при... Это, я вам скажу, это неплохой расклад. Ну вот находки Второй мировой войны зачастую очень опасны. Вот, то есть там мины, снаряды. Вот вы были, были ли случаи у вас, что вот просто на волоске от смерти, и какую технику вы используете? То есть это металлоискатели какие-то? Смотрите, вот когда полевая группа выходит на место и начинает работу, перед тем, как начать работу, они должны определить место, где они будут проводить эту самую работу. Для того, чтобы начать работу, нужно металлодетектором найти металлический сигнал. Вот. Как правило, металлический сигнал говорит о том, что здесь будет либо котелок, либо каска, либо там еще что-то. Либо консервная банка. Либо консервная банка, да. Что тоже очень часто. Вот. И, соответственно, просто берут лопату, начинают этот сигнал копать. Вот. Возможно, повезет, мы попадем там в траншею, да? Траншея это там, где люди воевали с которой, правильно? Вот. В этой траншеи, скорее всего, мы найдем погибших солдат. А есть какой-то случай, например? Случай? Ну, вот именно, вот нашли металлоискатели, начали копать, а там... Ну, смотрите, любой предмет, который остался с той поры, будь то снаряд, мина, гранаты, либо еще какая-нибудь прочая металлическая вещь, это все потенциально опасные вещи, понимаете? Без надлежащей подготовки... А какая должна быть подготовка? То есть к вам приходят люди разных профессий? Люди, понимаете, приходят люди разных профессий, но в работах по эксгумации, скажем, да, уже непосредственно, участвуют те, кто имеет хоть какой-то опыт. Естественно, люди не приходят просто со стороны. Конечно же, они и ранее общались с нашими, с участниками, с поисковиками. Поэтому они имеют представление о том, что они могут найти. А со скольки лет у вас могут быть, ну, вот к вам могут прийти? Просто часто выходят сюжеты, что вот дети участвуют, поисковики... Скажу такое, что участвовать в работах по эксгумации человек может только лишь достигнуть совершеннолетия, то есть 18 лет. До этого возраста участие в работах по эксгумации должно быть ограничено, потому что нести ответственность за этих людей, за подростков, за детей, да, никто не будет. Для этого должны заниматься специально сопровождающие лица. Они могут, конечно, присутствовать на полевом выезде исключительно для того, чтобы посмотреть, как это происходит. Непосредственно там ковыряться в яме или уж тем более таскать какие-то там взрывоопасные предметы, это не то, что не приветствует, это запрещено. Этого быть не должно. Когда человек достиг совершеннолетия и попадает в поисковую организацию, естественно, он попадает в руки более опытных товарищей, которым подробненько все объяснят, как нужно пользоваться, что нужно делать при обнаружении вот этих вот всех вещей. Естественно, по каждому случаю нахождение той же гранаты ржавой, мы не можем вызывать военкомат, иначе поисковой работы просто не было бы, понимаете, просто не смогли бы работать. Конечно, при соблюдении всех мер предосторожности. То есть вы все соблюдаете? Да, эта вещь просто аккуратненько извлекается и помещается в предназначенное место. Дальше ведется дальнейшая работа раскопок. А потом все эти предметы, естественно, по акту, по описи сдаются в военкомат, приезжают специалисты, собирают и увозят на утилизацию. Часто ли встречаетесь с фактами вандализма черных копателей? Ну, скажу так, такие факты были. Такие факты были. То есть какое это проявление? То есть они раскапывают могилу, ну, в смысле, находят и бросают? Ну, просто есть люди, знаете, можем их назвать невменяемыми, неадекватными, либо еще какими-то, которые в погоне за какой-то мифической материальной выгодой ведут себя таким образом. То есть могут раскопать яму, обнаружить там останки, вытащить железки какие-то, да, останки выбросить в отвал и уйти своей дорогой. Вот насколько ценные находки эти? То есть они имеют какую-то ценность? Или музей? Это музей. Это хорошо, если в музее, а можно просто в металлолом. Потому что, как правило, все, когда говорят, что вот черные копатели там что-то выкопали и озолотились, ну, это, скорее всего, просто какой-то штамп. Распространенный и для обывателя, который, в общем-то, немножко не в теме. Евгений Владимирович, вот в Крымском районе участвовал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, он поделился впечатлениями. Я очень много сейчас нового узнаю, раньше относился к этому так, что это просто развлечение. То сейчас понимаю, что это достаточно сложно, это тяжелый труд и, конечно же, очень-очень полезное мероприятие. Вот часто ли приходят вот такие новички к вам? Вот как Дмитрий Пирог? Да. Нет, ну Дмитрий такой, как Дмитрий Пирог, наверное, первый раз, да, он к нам попал. Ну, люди интересуются? Люди, нет, люди, конечно, интересуются. Конечно, к нам приходят люди, и, конечно, кто-то хочет поучаствовать. Ну, вы понимаете, работа достаточно сложная. То, что, конечно, когда там люди что-то находят, это может показаться, ой, здорово. Но, чтобы что-то найти, нужно пройти не один километр и выкопать не один кубометр, понимаете, земли. Поэтому просто многие люди уходят из этого движения только лишь потому, что это, ну, не их, ну, не понравилось или еще что-то. То есть здесь, вот в этом движении, здесь должны находиться энтузиасты, то есть те люди, которые без какого-то материального вспоможения будут этим заниматься. То есть исключительно из своих каких-то внутренних соображений, понимаете? То есть можно это назвать как хобби, да, как вот у людей рыбалка, охота, там, вот кто-то землю копает. Может, кто-то руководствует какими-то патриотическими мотивами, например, потому что, ну, непорядок, что бойцы незахоронены лежат. Это и в самом деле непорядок, потому что такого не должно быть, понимаете, да? Евгений Владимирович, вот еще один вопрос. Как происходит захоронение бойцов? Вот в двух словах, пожалуйста. Значит, захоронение бойцов происходит таким образом. Сначала они, сначала все собираются, найденные бойцы. То есть то, что в одну субботу, в следующую субботу. Да, 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 это все собирается. Захоронение у нас один раз в год на Сопке Героев, если брать Крымский район. Назначается день захоронения, дата. Как правило, это 22 июня, день скорби и памяти. Вот в этом году было немножко позже произведено. Ну, назначается день, когда будет проведено это мероприятие. Останки укладываются в гробы. В назначенный день эти гробы привозятся на Сопку, да? Там торжественная часть, почетный караул, отпевание, много людей, речи. Вот, и бойцов придут к земле в братской могиле. Вот таким образом. Все, спасибо, что пришли. Спасибо за интересное интервью. Удачи вам в ваших поисках. Это были «Факты мнения». Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин